Вот есть как бы некая точка, вот то, что было до, и то, что после. На самом деле, что касается меня, я не очень хорошо знаю то, что было до. То есть я, конечно же, читал, но поскольку я в этом не варился, не участвовал, то есть я получил уже некие последствия, да, и как бы задача построить крутой телек и нечто то, чего нет. Когда работал на Дожде, приезжало к нам целые делегации, очень много людей в главе с Николаем Княжицким «На дождь», там мы познакомились. Они рассказывали нам про свой опыт, про то, что они делают, и про свои цели, а мы рассказывали про то, что мы делаем, обмен опытом. Впечатлений не было, было понятно, что люди делают в Украине нечто похожее, но цели, я имею в виду, нечто похожее, как и у Дожде. То есть это создание телеканала для людей, которые хотят что-то в стране менять. Сначала я там оказывал услуги по консалтингу для канала, а потом поступил предложение, собственно, уже более плотно. А с кем вы общались? С Княжицким. С Княжицким. И предложение войти в топ-менеджмент так же поступил от Княжицкого? Ну, он в этом участвовал в том числе. Скажите, на какой период вы подписали договор с каналом? Период мы не оговаривались. Есть конкретные цели, а периода конкретного нет. А приходилось вам встречаться с собственником канала? Приходилось. С Альпманом, да? Ну, И с другим собственником. На тему собственника я… Я не хочу комментировать, мне просто интересно, как строятся отношения, кто ставил перед вами задачи о канале. Я так понимаю, что если у канала есть собственник, чаще всего это делает собственник. Логично. Да. Вы сами ответили на свой вопрос. Ну, вот перед вами, я так понимаю, если вы с Альпманом не встречались, кто-то другой формулировал задачи или все-таки он? Кто-то другой. Каналом управляем мы вдвоем, я и Ольга Манько. Ольга Манько. Дальше это линейная структура. Каждый топ-менеджер отвечает за свой большой кусок. Они общаются между собой, им спускаются задачи сверху. Они эти задачи решают. У них стоит дедлайн, они общаются между собой. Если там возникает какой-то конфликт, кто-то не может решить какую-то задачу, это выходит обратно наверх. Есть глобальная задача, что мы делаем. И для реализации поставленных задач необходима четкая система управления, которая не дает сбоя. и это, собственно, то, что мы делаем. Приводим структуру управления, структуру менеджмента к тому, чтобы каждый делал то, на каком месте он находится. Необходимо сделать из тех остатков, которые сейчас, из тех руин, собрать, не сказать то, что было, собрать, сделать хороший телеканал. Сейчас есть бренд. Мое личное убеждение, что сейчас на телевидении много телевидения, если хотите, такая тавтология. Как это ни странно, сделать что-то новое можно только, и свежее, можно только привлекая не профессионалов или людей не из телевидения в телевидении. Потому что у всех, кто с телека, у них шоры. Они знают какие-то рамки, да. Они вот по этим рамкам идут. И куда-то вправо влим, им уже сложнее. Для них это уже не профессионально, не по-телевизионному. А я не боюсь ставить такие эксперименты. У нас день делится на три составляющие. Ну, это утро, день и вечер. Если вы там обратили внимание, мы запустили уже утреннее шоу. Мы про него пока не говорим. Мы его пока не анонсируем, потому что это все-таки такой сыроватый продукт. Но, тем не менее, это уже то, что можно смотреть. День у нас более форматный. Там уже более взрослые новости. Мы его тоже уже запустили. Но мы его пока запустили только маленькие из него кусочки. Это два выпуска новостей в 12 и в 15 часов. Сейчас, буквально через неделю, можно будет посмотреть к этому дневному эфиру. Дополнительные рубрики будут запущены. Ну и, собственно, вечерний Prime – это такой уже взрослый информационный эфир. Плюс после него каждый день авторская программа. Так вот, если вы просто возьмете, посчитаете, что, я думаю, вы можете сделать без меня, количество обслуживающего персонала, редакторов, продюсеров, операторов, режиссеров. Короче, грубо говоря, это три бригады на день. Если вы посчитаете количество этих людей, умножите на средние зарплаты, то вы поймете, почему, сколько нам стоит час эфира и оригинального. Потому что каждый день фактически оригинальный эфир, потому что это прямой эфир. И таким образом вам станет понятно, каким образом мы собираемся делать качественный продукт в условиях небольшого финансирования. Движение программ внутри сетки, оно будет иметь место. И оно будет напрямую зависеть, ну, в большей мере, оно будет зависеть именно от этих рейтингов, которые собирает или не собирает программный. Именно поэтому мы, то есть перед всеми продюсерами, поставлена задача первая. Если программа собирает низкий рейтинг, необходимо что-то поменять, что-то добавить, переформатировать как-то, то есть внести изменения. И там часть программ уже представили своей концепции, часть нет. Плюс необходимо уделить огромное внимание анонсированию. Потому что если мы не анонсировали программу, то ее никто не посмотрит. Если вы возьмете бюджет телека и интернета, вы увидите, насколько нулей они отличаются. А, собственно, интернет и телевидение – это те же камеры, это тот же тракт, это тот же пульт, это те же студии, это тот же контент. Вы кардинально свои затраты не порежете на несколько нулей. В Украине, в России, в принципе, на всем постсоветском пространстве интернет, телевидение не способно окупать те затраты, которые на него необходимы. То есть невозможно окупить инвестиции. В ближайшем возримом будущем тоже. Поэтому это будут какие-то минусовые по любому проекту. И вопрос финансирования, он будет стоять у этих проектов очень остро. Журналист потратил несколько часов на подготовку этой темы. Будет логично, если человек, который в это погрузился, сам про это расскажет. Не прочитает по суфлюру, а расскажет про это. Как он это видит. Почему? Потому что он фактически в данный момент является экспертом по этой теме, ну, по крайней мере, из всех, кто здесь присутствует, в этой теме абсолютно точно разбирается человек, который к этому готовился. А в тот момент, когда журналист рассказывает свою новость, ведущие фактически являются зрителями. У ведущих может возникнуть вопрос, уточнение. Они хотят выслушать мнение того же журналиста. Или их интересует, может заинтересовать, а что дальше, например. Они вполне себе могут задать этот вопрос. Дальше выключается дискуссия. Они спрашивают что-то у журналистов. Журналист что-то отвечает. У нас нет табу на самом деле на сюжеты. Просто если мы делаем сюжет, мы должны понимать, для чего нам это нужно. Потому что сюжет это такая, на мой взгляд, это такая восковая немножко подача. Потому что это то, на самом деле, от чего прямо тошнит. Это когда выходит корреспондент, он что-то там рассказывает, оператор идет, отходит с этой камеры и назад. То есть, вот эти все стандартные сюжеты с центрального телевидения, они, на мой взгляд, это то, от чего надо отходить. И вот это точно не завтрашний день. Вот это завтрашний день. Вот такая подача. Смотрите, передо мной задача сделать бизнес. Никаких других задач передо мной не ставилось. Я не верю в какую-то стабильность. Вот есть сегодня, есть задачи на завтра. Вот мы, ну, то есть я это делаю, мы это делаем.